У каждого народа есть свой великий баснописец. В России им стал Иван Андреевич Крылов. Но кроме этого он был поэтом, публицистом, издателем. Этот человек поистине сделал себя сам. Бедная семья не могла дать ему образование. Ему самому пришлось работать с 14 лет. Первые литературные опыты Крылова были неудачными. Но постоянное самообразование, неустанная работа над литературным языком сделали свое дело. В результате Крылов одарил своих соотечественных двумя сотнями басен, ярких, смешных, высмеивающих человеческие пороки, политических деятелей. Этот человек при жизни стал классиком. Его творчество было необыкновенно популярным и не утратило своей востребованности до сих пор. Иван Андреевич Крылов родился в Москве 2 февраля 1769 года. Его отец Андрей Прохорович был армейским офицером. Жизнь этого человека была нелегкой. Он вырос в степной Оренбургской глубинке, в крепости Яик. Именно здесь через несколько лет вспыхнет Пугачевское восстание. Крылов старший, начавший армейскую службу солдатам, завершил ее в чине капитана. Нетрудно представить, через какую муштру ему пришлось пройти, но он был сильным человеком и не отчаивался. Он не имел образования, но был грамотным, любил читать. И в наследство сыновьям капитан Крылов оставил большой сундук с книгами. Накопить другого богатства он не сумел. Крылов старший участвовал в подавлении восстания Пугачева. Проявил себя как мужественный и храбрый воин. Но это не принесло ему заслуженных наград и чинов. Его семья перебралась в Тверь, где Крылов устроился на службу в уголовном ведомстве. Жалований было недостаточным. Семья, в которой росло двое сыновей, Ваня и его младший брат, едва сводила концы с концами. Когда в 1778 году отец скончался, старшему сыну было 9 лет. Жить стало абсолютно нечем. Семейство постепенно скатывалось в полную нищету. У осиротевших Крыловых был благодетель, богатый вельможа Львов. Этот человек позволил Ване присутствовать на домашних уроках, которые давали его детям приглашенные учителя. Так Ваня выучил французский язык, познакомился с естественными науками. Юношу взяли на службу в губернский магистрат, где раньше работал его отец, на должность под канцеляриста. Жалование было мизерным, но позволяло семье держаться на плаву. Когда старшему сыну исполнилось 14 лет, матушка собрала своих сыновей и отправилась в Петербург. Ей нужно было добиться пенсии за умершего супруга, выхлопотать приличное место службы для старшего сына. Через некоторое время Иван получил должность приказного служителя казенной палаты. Молодой человек, не получивший никакого системного образования, всю жизнь стремился к знаниям. Он занимался самообразованием, много читал, самостоятельно освоил игру на нескольких музыкальных инструментах. Знал четыре языка – французский, итальянский, немецкий, греческий, изучил математику. 15 лет он пробует писать. Ему нравится юмор, сатира, комедия. И вовсе не потому, что он был насмешником. Иван справедливо полагал, что эти литературные жанры помогают человеку стать лучше, корректируют его поведение. Юноша пишет коммерческую оперу под названием «Кофейница». Его первое произведение было слабым, невыразительным. Но даже здесь язык будущего баснописца поражает своим богатством и яркостью. Крылов с детских лет внимательно приснушивался к языку простого народа. Любил бывать на ярмарках, отлично знал быт, нравы простых людей. Ему нравились народные праздники, развлечения. Крылов и сам нередко принимал участие в уличных боях. Детство, проведенное в бедности, дало возможность Ивану из-под воль изучать народную жизнь. И эти глубокие знания очень пригодились будущему баснописцу. В эти же годы в Санкт-Петербурге появился общественный театр. Иван Андреевич, всегда тянувшийся к искусству, не мог пропустить такую новинку. Он увлекся театром, познакомился с некоторыми актерами, стал жить интересами нового храма искусства. Скучная служба в канцелярии стала казаться ему невыносимой. Он решил выйти в отставку, вплотную заняться тем, к чему лежала его душа – литературной деятельностью. В этот период ему было только 18 лет. Он пишет свою первую трагедию, называв ее Филомена. В ней чувствуется талант, свободомыслие автора, но само произведение было обычным подражанием классикам. Первый неудачный опыт не останавливает юного литератора. Он решил перейти к комедиям, но и эти сочинения – проказники, бешеная семья. Сочинитель в прихожей выглядит бледно и неубедительно. Однако, по сравнению с Филоменой, комедии показывают прогресс в уровне мастерства Крылова. Крылов оттачивает свои литературные способности в баснях. Новые произведения появляются в печати без имени автора в журнале «Утренние часы». Молодому баснописцу только 19 лет. Три его творения – «Новопожалованный осел», «Стыдливый игрок», «Судьба игроков» – остались почти незамеченными как для читателей, так и для критиков. Они отличались большой едкостью, сарказмом и не блистали литературным мастерством. В 20-летнем возрасте Иван Крылов становится издателем вместе с Рахманиным. Они выпускают журнал «Почта духов». Молодой издатель горит желанием добиться успеха. Он печатает сильную сатиру, которой отличались новиковские журналы. Однако издание не стало популярным. В этом же году его пришлось закрыть. Иван Андреевич не падает духом. Через три года он в компании единомышленников создает журнал «Зритель». Еще через год появляется новый журнал «Санкт-Петербургский Меркурий». На страницах этих журналов Крылов печатает свою прозу. Самой интересной из них была повесть «Каип». Статья похвали на речь моему дедушке. Последнее произведение представляет собой публицистику, направленную против самодуров-помещиков. Для своего времени эта статья была достаточно смелой. Через некоторое время Иван Андреевич покинул Петербург, и о его жизни за пределами столицы было известно очень мало. Ходили слухи, что издатель попал в немилость из-за комедии «Бешеная семья», в которой Екатерина II увидела насмешку над царским семейством. Некоторые современники утверждали, что в это время баснописец сильно увлекся карточной игрой. Другие уверяли, что литератор скрывался от общества из-за писательских неудач. Сам Крылов не распространялся о причинах своего отъезда. Возможно, он занимался самообразованием, поскольку после периода отшельничества литературный уровень его произведений стал гораздо выше. Когда Крылову было 27 лет, он вернулся в Петербург. Вновь стал писать. Сначала появились талантливые переводы басен Ла Фонтена «Разборчивая невеста», «Дуп и трость», «Старики трое молодых». Журнал «Московский зритель» печатает переводы, сопроводив их публикацию лесной рецензии Ивана Дмитриева. Тот же год Крылов поставил свою комедию «Модная лавка», «Следующий урок дочкам». Это были злободневные произведения, в которых высмеивалось преклонение перед всем французским. На фоне захватнических наполеоновских войн русское общество переживало подъем патриотизма и встречало эти басни с большим воодушевлением. Через три года Иван Крылов переживает настоящий творческий взлет. Был издан первый сборник его «Басин», куда вошло 23 произведения, в том числе «Слон» и «Моська». Эта книга пользуется огромной популярностью во всех слоях общества, ведь литератор пишет языком, понятным для всех. Читатели с нетерпением ждут его новых произведений. У талантливого литератора наконец-то наступает период везения, он возвращается на государственную службу, занимает солидную должность в монетном департаменте. Через два года Крылов переходит на службу в императорскую публичную библиотеку, где он будет работать почти 30 лет, с 1812 по 1841 год. Его друзья отмечают, что в период расцвета своей славы Крылов стал очень спокойным и благодушным. Он ироничен и ленив. Этот человек достиг успеха и теперь может почивать на лаврах. С 1836 года литератор уже не пишет. Кажется, что его покинуло вдохновение. В 1938 году литературная общественность Российской империи торжественно отмечала полувековой юбилей творческой деятельности Ивана Андреевича. За это время он написал более 200 басен. Их темы различны. Баснописец критиковал русскую действительность, человеческие пороки, либо рассказывал читателям литературные анекдоты. Многие его басни были разобраны на цитаты, обогатившие русский язык. Их читали в каждой семье. Около 80 тысяч сборников басен были проданы еще при жизни писателя. Это был необыкновенный успех, поставивший баснописца в один ряд с Пушкиным и Гоголем. Начав свою жизнь в бедной семье, не имевшей средств для образования детей, Крылов стал академиком Петербургской академии наук, получил чин статского советника. Продолжение следует...